Привет, с вами Иван, и сегодня мы поговорим о квакушке Dunlop Cry Baby, модель GCB95, классическая квака. Что это, в общем-то, такое? На своём YouTube-канале я уже делал видео, даже два видео, посвящённым гитарным эффектам, если подумать, даже три видео. Их все можно найти в поиске или тут всплывающие подсказочки. И там я обозревал такие вещи, как Distortion, Overdrive, Horus, Flanger, и не было у меня там кваки. Возникло множество вопросов, как этим делом пользоваться, как обычно этим пользоваться, что это вообще такое. Ответим по порядку. Квака, или Вау-Вау, или Квак, или Вах-Вах, или Крайбаба, или... Ну, в общем, миллион названий, вы поняли, это на самом деле такой хитрый... Да нет, не хитрый, очень простой фильтр. Этот фильтр отличается от всех других фильтров эквализации тем, что он очень острый, и его можно двигать по спектру. Это для тех, кто знает, что такое спектр вообще, и двигать. И где-то по среднечастотному диапазону, при помощи, собственно, педальки, которая шевелит потенциометр внутри этого корпуса, этот слип и происходит по частоте гитарной. И создается такой Вау-Вау-Эффект. Кваку можно использовать на перегруженном звуке, на чистом звуке, на кранчевом звуке. Очень много разных сочетаний, очень много разных применений, но в чем, собственно, суть применения квакушки. Сначала педаль плач-ребенка по умолчанию находится как бы в выключенном состоянии. И вот здесь под мысочком есть маленькая кнопка, которую надо надавить, чтобы эффект включился. Далее, обычно, традиционно, с ним работают в ритм. Если вы не знаете, что такое ритм, размер, как считать до четырех, у меня есть на YouTube-канале видео о размерах. Даже несколько видео. Посмотрите, пожалуйста, если не видели или не знаете. Но суть в том, что, например, можно отбивать четверти, то есть прямо ногой плавно вот так вот нажимать на эту педаль и в такт, в ритм их отбивать буквально. При этом, играя на гитаре что-то там соло или какую-то ритмическую партию, а иногда даже можно и не играть ничего на гитаре, просто скрести по струнам обычным чёсом-медиатором. Так тоже работает. Фанки так применяют. Либо можно отбивать какие-то другие длительности, например, целые ноты. Давайте послушаем. Я сейчас сначала буду отбивать четверти, а потом целые. При этом я буду просто скрести по струнам, я даже не буду никакого конкретного аккорда играть. Как это будет звучать вместе с барабанчиками. Еще, конечно же, не обязательно всю композицию держаться лишь одного выбранного размера, который вы отбиваете по педали. Не обязательно все время играть четверти. Можно сыграть два такта четверти, а потом перейти на шестнадцатый, а потом перейти на целые ноты. В общем, можно варьировать. И профессионалы так и делают. Давайте послушаем и внимательно посмотрим, как это делает профессиональный гитарист Дмитрий Андрианов. То есть не бойтесь экспериментировать. Квака к этому располагает, побуждает к сочинительству. Еще один вариант использования кваки, это при открытии найти какое-то положение промежуточное, интересно звучащее, и больше ее не трогать, просто оставить включенной. Получится такой вот многим, наверное, знакомый эффект. Вот, собственно, и все про кваку. С вами был Иван. На моем YouTube-канале вы еще можете много найти видео, посвященных гитарной тематике и музыке в целом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok